Что касается встречи Байдена-Путин, темы разные, Украина и Беларусь. Да, вот. Ну хорошо, ну пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Ну пусть обсудят Беларусь. Я только не знаю, о чем Байден, ну Путин-то в теме. А что Байден будет говорить по Беларуси? Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где это Беларусь находится. Беларусь, Беларусь. Они ведь не владеют абсолютно обстановкой ситуации. Но вообще, вот публично, хочу пригласить вообще, пусть приезжают в Беларусь. Если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, сядем, обсудим все проблемы, выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Откровенный будет разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси смешно. Потому что он не знает наших проблем. Ну, я знаю, что Путин с удовольствием приедет в Минск, ну и пусть он соглашается. Вот это будет обсуждение. А это очередной раз дать сигнал, там чего-то придавить. Я даже знаю, что Путин ему скажет по Беларуси. Потому что я знаю, что он ему по телефону в разговоре говорил. И Пайдену пришлось оправдываться. В этом плане Путин очень порядочно поступил. Ну, а может быть, рискнет, мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы со Швейцарией. Три истребителя. Я часто, поначалу, я помню, приезжал в Турцию на подлете самолет. Ну, это не Эрдеган, был еще президентом. Смотрю в окно, господи, слева-справа F-16 летят. Думаю, что это такое. Ну, а у них принято было. Высокий гость, сопровождение истребителями. Мы три поставим. Два сбоку и у хвости один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если СПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому милости просим. Ждем его в Беларуси. Вот тут обсудим белорусскую проблематику. Но то, что он будет с Путиным обсуждать, я знаю, что президент Путин всегда поддержит нашу позицию. Потому что она справедлива.